Скажи, какие тут тигры и крокодилы? Мы с Витой собрались на водопад. И первый раз за всю историю моего пребывания в Индии я нашла грядки. Вот до этого места мы ехали на байке, по дороге. Но, словом, дорога, это может называться только очень условно. Но сейчас самое интересное для меня, это грядки. Потому что до этого я видела только рисовые соля, плантации сахарного тростника. А вот грядки, это для меня индивидуальное открытие. Я догадывалась, что они должны быть в Индии. А еще есть вот такие строения. Видимо, они как-то используются. А вот это дрова. Похоже, здесь готовят на костре. Вот сам домик. И пока никто меня не видит, я попытаюсь проникнуть внутрь вот этого строения и посмотреть, что же здесь происходит. Очаг. Я обнаружила очаг. Вот такие вот конструкции. В них что-то готовят. Очаг выглядит вот так. У меня на даче у нас дача была совсем примитивная. Была какая-то похожая конструкция в моем детстве из двух кирпичей. Вот это вот тут зачем, я не знаю. Но им зачем-то надо. Вот собака, которая за Виткой увязалась. Вон Витка, которая делает фотки. Нам показали пальцем в эту сторону и сказали, что три километра сюда и мы попадем на водопад. Вот сейчас мы поснимаем немножко окружающую нас действительность. Дойдем до водопада и там поснимаем тоже. Вот. Вот. Вид отстаешь. Отстаешь. Здесь очень чисто. Просто не по-индийски чисто. Что не может не радовать. Вот местное население. Вита, еще раз спроси, пожалуйста, про водопад. Вот у человека. Нам по-прежнему пальцем показали в ту же сторону и это слово они знают. Значит, не мы первые, не мы последние тут топаем. Вот это вот обычная штучка. Она присутствует почти во всех дворах. Ну и классические и пищные дети. У этих детей есть даже щенок. В принципе, весна, милое создание. Вот сюда, да? Вот. Вот. Ну, что ты на нас гавкаешь? Боюсь и гавкаешь. Мы тебя тоже боимся по непонятной нам причине. Вот. Вот мы наблюдаем еще один очаг. Вон там еще строение. На самом деле, место очень интересное. И здесь живут люди. Я бы, конечно, хотела заставить Виолетку спросить, чем они здесь занимаются, но есть подозрение, что они не говорят здесь на английском, А что здесь говорят на одном из двух языков штата Гуа? Эти языки, один из которых конкани, а второй марати. Вот. Вот тут вот у нас опять дрова. вот там у нас сушится белье, а поле, по-моему, дальше рисовое, да? Угу. Вот тут какое-то растение растет. И мы дальше идем по тропинке в указанном пальцем направлении. Обезьян, поехали обезьян искать. Да, мы, кстати, собрались сегодня искать обезьян. Мы несколько раз нацепялись по дороге на обезьян. В этом направлении? В этом направлении. И на этот раз мы хотели их покормить и поснимать. В результате мы заблудились, попали на какой-то правительственный объект и на нас там мы очень внимательно смотрели. Мы решили не вызывать подозрения в местной полиции и стали задавать вопрос, где находится водопад. И что самое удивительное, нам показали, куда надо ехать. Оказалось, что здесь действительно есть водопад. И вот сейчас мы к нему идем. Ну, раз уж собрались, раз уж мы приехали, нам по этой дорожке топать, как я говорила ранее, три километра. Сейчас я засниму десять минут нашего пути. и потом либо сделаю перерыв, либо сразу включу следующую запись. в зависимости от того, насколько изменится пейзаж вокруг. Наверху опять какое-то строение, и за этими штучками даже сидят люди. Может быть, здесь даже существует индустрия туризма, и может быть, если мы зададим много вопросов, нам даже скажут, где здесь можно купить содовую воду или чай. О! Цапли! Витка, видишь цапель? Видишь цапель? Да. Сейчас они далеко, и их немного. Но когда крестьяне обрабатывают землю, то есть они ее вспакивают, там, перекапывают в воде, видимо, много находится всяких жучков, паучков, и тогда поля, на которых работают крестьяне, просто усеяны красивыми-красивыми белыми цаплями. Вон какое растение. Один раз мы ехали, такой птеродактель вечерком решил взлететь у нас перед носом. И чуть было не въехал лапками витки по каске. Помнишь историю Тарацаплю? Да. Они будут несколько летать. Да. Тут периодически низко летают лороны, коршуны. И вот становится очень некомфортно. Потому что, когда в тебя врезаются, ну, слава богу, мы этого не пережили, но мы это несколько раз себе представили. О! У нас пошла какая-то узкая, каменистная дорожка вниз. Но судя по протоптанности, вид, эта дорожка напоминает дорогу к Баньяну. Там она точно так же вытоптана и вырублена. Поэтому я думаю, что она... Да, поэтому покажем вам, что такое проезжая дорога. Опа! Вита! Все, приплыли? Нет, не приплыли, но, видимо, разживаемся. Вот сейчас спросим у того мужчины, где здесь водопад. Видимо, пойдем туда босиком. Я не пойду никуда. Так, не пойдешь. Так, у меня камера в руке. Я не пойду никуда. смысл не пойдешь. Водопад? Да, водопад. Может 30 минут пройдет. Где? Вот. Ты следующий? Вон туда. Ару! Ага. Ты должен следующий. Ага. Вон туда. Ну что, разживаемся, пошли. Там дальше сухо, мы только здесь пройдем по воде. Пойдем? Ну что, придется, наоборот. Ну все, мы прекращаем запись и разживаемся. До новых встреч!